Как говорил один мой знакомый, гурман, пиво без шавермы деньги на ветер. И пусть меня покритикуют за мою шаверму, но я делаю ее по-своему. Итак, с двух домашних бедрышек снимаем кожу. У меня есть санкционная приправа для стейка. Она сразу со смесью перцев и солью замаринуем окорочка. И в духовку отправляем минут на 40 до готовности. Главное в шаверме это соус. Я беру ряженку, сметанку, майонезик, горчичку, хмели-сунели, обязательно чесночок и, конечно же, сольки по вкусу. Тщательно перемешиваем соус. Пробуем. Ммм, прависсимо. Для начинки я беру пекинскую капусту, вкусненький и сочненький огурчик и очень-очень вкусненький и сладенький помидорчик. Конечно же, репчатый лучок. Ну и аппетитнейшую курочку, конечно. Далее я беру круглый лаваш. Щедро смазываю соусом. И не скупясь, укладываю начинку. Сначала курочку, а затем овощи. Что там у нас? Лучок. Лучок сверху курочки, конечно же. Пекинскую капусту, огурчики, помидорчики. Ну, все как положено, короче. А теперь заворачиваю шаверму конвертиком. Для фиксации можно использовать зубочистки. Конечно же, можно добавить еще соуса. Запечатать шаверму последней зубочисткой. И отправить ее в разогретую сковородку гриль. Подогреть с обеих сторон. Можно использовать утяжеление. И аппетитная шаверма. А у кого-то шаурма готова. Ребят, я вам должен сказать. Не, ну а че? Вкусно же. Да, 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 да.